Если ты хочешь изменить себя и свое тело, как когда-то сделал я, ты можешь тренироваться где угодно, даже без использования силового оборудования, на улице, в домашних условиях, где угодно. И сегодня я тебе покажу одну из тренировок, которую ты можешь выполнять для того, чтобы стать лучше. И вся прелесть заключается в том, что начать ты можешь уже прямо сегодня, прямо сейчас, просто выйти на улицу или начать заниматься в домашних условиях без дополнительного оборудования. Просто возьми и начни. Поехали! Итак, сегодня мы проведем тренировку, в процессе которой включим в работу мышцы груди, широчайших мышц спины, бицепса, трицепса и мышц ног. Такая тренировка позволит значительно укрепить мышцы, увеличив мышечный объем, и избавиться от лишних жировых отложений, если, конечно, они у вас есть. Итак, поехали! После проведения стандартной разминки суставов, которая обычно занимает не более 15 минут, мы переходим к первому упражнению. Это выпады в динамике. Выпады – это одно из лучших упражнений для ног, которые особенно хорошо включают в работу заднюю поверхность бедра и ягодичную мышцу. Делаем шаг вперед, весь упор переносим на ту ногу, которая у нас стоит впереди, и толкаемся именно с той ноги, которая у нас впереди, не отрывая пятку. Также следите за тем, чтобы у вас колено не выходило за линию носка. Делаем по 10-20 шагов каждой ногой в зависимости от вашего уровня подготовки. Отдыхаем 2-3 минуты и приступаем к подходу снова. Таких подходов мы делаем 2 или 3. И переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – это тяга на тросах, которая включит в работу широчайшие мышцы спины. Трос – это очень незамысловатый тренажер, который может цепляться легко либо за дерево, либо на спортивной площадке, если эта спортивная площадка у вас есть. В общем, за любой удобный предмет. В домашних условиях она может цепляться за навесной турник, либо за дверной проем, да, если у вас достаточно надежная коробка, и вы в ней уверены. Лучше, конечно, приобрести турник. Сейчас есть турники, которые цепляются за двери без применения вообще каких-то болтов, анкеров и так далее. Они просто цепляются за дверной проем двумя движениями, и за них можно подвешивать трос и выполнять другие упражнения. Итак, после того, как подвесили трос, беремся за него руками и выполняем вот такие вот тяговые движения на спину. Старайтесь до конца раскрываться, заводя локти за спину и сокращать максимально свои широчайшие мышцы. В этом упражнении, как и в любом другом упражнении на тросах, можно регулировать нагрузку. Чем ближе вы будете к земле, тем нагрузка будет увеличиваться. И если вы полностью ляжете на землю, практически полностью ляжете на землю, то здесь нагрузка будет уже максимальная. Скажу по своему опыту, что новичку такой нагрузки будет более чем достаточно, особенно если вы не умеете подтягиваться. Выполняем 2-3 подхода, примерно по 20 повторений. В каждом подходе стараемся регулировать нагрузку так, чтобы на последних повторениях у вас уже заканчивались силы. Следующее упражнение – это классические отжимания. Руки ставим шире плеч так, чтобы в мертвой точке плечо с предплечем образовывало примерно прямой угол. Слишком широко руки ставить не нужно, от этого вы излучительно сокращаете амплитуду, но грудь лучше вы не растянете. Если же вы будете ставить руки слишком узко, то большая нагрузка пойдет на трицепс. Оптимальная ширина хвата – это хват, точнее постановка рув, в которой плечо с предплечем в мертвой точке образует примерно прямой угол. Это и в отжиманиях, и в других упражнениях, в том числе в тренажерах, и со штангой. Отжимаемся 2-3 подхода на максимум. То есть в каждом подходе мы отжимаемся столько раз, сколько сможем. На полный свой максимальный, скажем так, результат. Между подходами, как и в предыдущем упражнении, мы отдыхаем 2-3 минуты. После того, как мы завершили отжимания, мы переходим к следующему упражнению. Это упражнение на бицепс. Бицепс на тросах. Как и в упражнении на спину, чем ближе мы будем к земле, тем нагрузка на бицепс пойдет больше. Аналогично выполняем 2-3 рабочих подхода, примерно по 20 повторений, и переходим к завершающему упражнению на пресс. Это раскладушка. Выбираем любую понравившуюся вам лавку, либо в домашних условиях садимся на диван или на стул и выполняем следующие движения. Если нет сил выполнять раскладушку, можете выполнять сидячий велосипед. Выполняем 2-3 подхода на максимум своих возможностей в каждом и завершаем свою тренировку. Выполняя такой комплекс 2-3 раза в неделю, вы значительно существенно улучшите свою физическую форму и избавитесь от излишков жира при соответствующей корректировке питания. Если, конечно, эти излишки у вас есть. Если излишков нет, просто укрепите свои мышцы и добавите в мышечных объемах. Другие упражнения смотрите на моем сайте по ссылке в описании к видео. Все упражнения представлены в анимированных картинках с описанием, пояснением и так далее. Ну и, естественно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски, в которых я покажу варианты более расширенных уличных тренировок с турниками, брусьями и с другим дополнительным оборудованием. Ну все, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok